МИД РФ Позицию по вопросу о встрече в Москве с представителями движения Талибан. Талибы это реальная политическая сила, они сумеют починить себе всю страну и в итоге будут долго-долго управлять Афганистаном. ЛДПР говорил об этом еще четверть века назад. Мы должны исходить из практики и признавать то правительство, которое реально находится у власти, ибо Талибан пользуется поддержкой абсолютного большинства жителей Афганистана. А те, кто критикуют наш МИД за такую позицию, это люди, которые ни черта не понимают во внешней политике, не понимают, что такое Ближний Восток, и идут на поводу у отдельных западных спецслужб, чтобы бросить тень на Россию, заявил Жириновский. Как объяснял спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИДа Замир Кабулов, Россия установила контакты с Талибами 7 лет назад, что позволяет теперь вести переговоры со всеми сторонами конфликта. В Кремле необходимость вести переговоры с представителями запрещенной в России организацией объяснили напряженной ситуации в Афганистане. МИД России также сообщал, что высшее руководство движения заверило российских дипломатов, что Генеральное консульство России в Кабуле в безопасности. Как уточнил МИД, полевым командирам дали задание, чтобы ни одна пылинка не упала на его территории. Также талибы заявили, что не намерены нарушать границы центрально-азиатских государств, пообещали российским дипломатам бороться с производством и контрабандой наркотиков, а также противостоять другой запрещенной в России группировке исламскому государству. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал необходимыми переговоры, которые Россия ведет с Талибаном на фоне ситуации на границе Афганистана и Таджикистана. Вместе с тем на брифинге для прессы Песков отказался отвечать на вопрос, признает ли Россия талибов в качестве правительства Афганистана, если они займут всю страну. Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения, заявил представитель Кремля. После вывода американских войск из Афганистана талибы начали очередное наступление в стране, что уже привело к напряженности в приграничных районах с Таджикистаном. Кроме этого стало известно, что талибы назвали условия для перемирия в Афганистане. Представитель радикального движения Талибан назвал условия для трехмесячного прекращения огня, сообщил местный телеканал One TV News. Перемирие наступит в том случае, если будут освобождены 7 тысяч заключенных, а талибан исключат из черного списка ООН. Поздней представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил в Реоновости, что организация говорила не о прекращении огня, а об ограничении военных операций. По его словам, у талибов нет никакой информации по этому предложению о перемирии. А тем временем талибы пригрозили Турции последствиями, если ее военные останутся в Афганистане. Очень странно, что это произошло именно после визита талибов в Москву. Вот что говорят талибы. «Объявления турецких правителей о продолжении агрессии против нашей страны по просьбе и решению США вызывают у нас ненависть и вражду и наносят ущерб двусторонним отношениям», говорится в опубликованном во вторник в афганских СМИ заявлении движения. Лидеры талибов указывают, что присутствие иностранных сил в Афганистане, независимо от названия страны, является агрессией, и к узурпаторам будут относиться на основании фетвы, которую дали полторы тысячи ученых Афганистана. Они напоминают, что решение о выводе всех иностранных войск из Афганистана было принято на основе Дахийского соглашения, ратифицированным организацией объединенных наций и признанного миром. В 2020 году в ДОХе США и Талибан подписали соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога. По мнению руководства талибов, решение турецких властей является легкомысленным шагом и противоречит суверенитету их нации региональной безопасности и национальным интересам. Исламский Эмират Афганистан, государство, существовавшее в Афганистане в 1996 по 2001 годы под управлением Талибан, решительно осуждает это зловещее решение, поскольку такие решения создают проблемы и трудности между турецкими и афганскими народами. Мы настоятельно призываем турецкие власти отменить его во избежание нанесения ущерба обеим странам, отмечается в документе. Талибан утверждает, что его политика заключается в стремлении к лучшим и позитивным отношениям со всеми странами на основе взаимного сотрудничества. Мы не вмешиваемся ни в чьи дела и не позволим никому вмешиваться в наши, подчеркивается в заявлении. Талибы предупреждают турецкие власти об ответственности за последствия, который будет несен к АРА в случае, если не откажется от своего намерения. В мае этого года президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тейпер Даган достигли договоренности о том, что турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане. Позднее, в июне, глава Минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил готовность обеспечивать безопасность аэропорта при наличии соответствующих условий. В середине июня Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО. США и Великобритания и некоторые другие страны НАТО также рассматривают возможность сохранения части военных в Афганистане для охраны своих деприседателей. А также напомним, представители запрещенного в РФ движения Талибан с официальным визитом прибыли в Россию для обсуждения ситуации в Афганистане, передает российская ТАС. Делегация талиба в Москве заверила, что никому не позволит использовать территорию Афганистана для нападения на Россию, а с Москвой у движения Талибан очень хорошие отношения. Официальный представитель политофиса движения Мохаммад Сахаил Шахин заявил, что делегация Талибан прибыла в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане, где за последние дни талибы взяли под контроль несколько районов. Главная цель нашей встречи – обсудить недавние события, произошедшие в Афганистане, в частности на севере страны. «Многие районы в недавнем времени отошли под наш контроль», – заявил Шахин на встрече. Официальный представитель заявил, что Талибан не готовит атаки на дипломатические представительства других стран в Афганистане и подтверждает безопасность сотрудников Генконсульства РФ в Мазари-Шарифе. «У нас очень хорошие отношения с ними, с Россией. Мы не собираемся их атаковать. Зачем нам это делать, если у нас хорошие отношения?» «Мы публично заявили, что не считаем своей целью посольства и консульства на территории Афганистана, в частности, российские или каких-либо других стран», – подытожил Шахин на официальной встрече в Москве. «Еще раз отметим, что движение Талибан считается запрещенным на территории Российской Федерации. Интересно, а что значит запрещенная в РФ-организация, если ее встречают в столице на высшем уровне? Что тогда запрещено?» Друзья, как вы считаете, пишите в комментарии под этим видео. А тем временем Кремль объяснил переговоры с запрещенным в России Талибаном. «Переговоры с представителями запрещенной в России группировки Талибан необходимы. Президент Владимир Путин в курсе таких контактов». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Безусловно, Владимир Путин в курсе. Контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане», – сказал представитель Кремля. Также сообщается, что с делегацией Талибана в Москве встречался и глава МИД России Сергей Лавров. Об этом, в частности, написал и российский оппозиционер, политический беженец Михаил Ходорковский. Он также добавил, что хоть и Лавров встречался с делегацией Талибана, но за сотрудничество с экстремистами до выборов в Госдуму не допустят совсем других людей. В свою очередь, российская правозащитница Марина Литвинович пожаловалась в Центральную избирательную комиссию на связи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с запрещенной в России организацией «Талибан», о чем сообщила в своем фейсбуке. Она требует не допускать до выборов в Госдуму «Единую Россию». Лавров находится на втором месте списка кандидатов от этой партии. По закону об основных гарантиях избирательных прав, замечает Литвинович, в выборах не могут участвовать связанные с террористическими организациями люди, а Лавров известен тем, что неоднократно встречался с представителями Талибана. Как указала правозащитница в своей жалобе, министр разговаривал с талибами в ноябре 2018 года, в феврале и мае 2019, в марте этого года, а также 9 июля. «Литвинович считает, что Лаврова можно назвать причастным к деятельности Талибана, поскольку чиновник сотрудничал с движением. Я считаю, что все встречи, проведенные Лавровым с группировкой «Талибан», являются основанием для того, чтобы не регистрировать список «Единой России». «Я надеюсь, что Центральная избирательная комиссия примет законные решения и не допустит их на выборы», – написала правозащитница в своем фейсблоке. Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі новин Діда Олеся – ДіТОПНЮЗ. Ми розповсюджуємо тільки перевірену інформацію, користуючись надійними джерелами. Підтримайте наш канал подобайками, коментарями та розповсюдженням на ваших сторінках у соцмережах. Підписуйтесь на всі ютуб-канали Діда Олеся, группу на фейсбуці, телеграм-канал, твіттер, а також підписуйтесь на патреон. З нами Бог, слава Україні, від сяну до дону, нагиляку.